добрый вечер друзья мы попросим светлану зачитать вопрос здравствуйте меня зовут диана мне 19 лет скоро живут 20 в москве закончила второй курс университете на бюджете написано что я бакалавра физической культуры пожалуйста рассмотрите мою ситуацию так я приняла решение уехать в америку потому что не вижу перспектив развития жизни в россии опираясь на политическое экономическое развитие страны в дальнейшем опираясь на политическое экономическое развитие страны в дальнейшем все у нас идет не в лучшую сторону уезжать собираюсь одна а после пытаться воссоединиться с родителями у меня есть два варианта если мне повезет выиграть карту и успешно переехать туда туда это сюда планирую научиться в россии получить теплом хотя честно сказать нас ничего не научили и не учат хожу для галочки и после переехать в америка рассматриваю штат флорида очень люблю тепло там устроиться на работу который не требует квалификации и пытаться в дальнейшем поступить в конвенте колледж рассчитывая на полное или неполное финансирование подскажите насколько это возможно какие у меня перспективы при таком раскладе второе будучи в россии работать копить деньги на обучение в университете или колледжа в америке что будет тут очень сложно учитывая экономическую ситуацию стране цены растут до растет и честно говоря кажется что скоро будет очень проблематично вообще отсюда уехать кому не скажу о своей идее все в унисон твердят у тебя ничего не получится ты посмотри там всех обманывают и все возвращаются оттуда где родился там пригодился ты приедешь одна молодая девушка тебя возьмут в рабство от нее паспорт и так далее стараясь их не слушать и верить в себя да так так у меня тут же есть странички давай разлепляем странички на данный момент я поставила себе две цели это плотное изучение английского я уже начала процесс нашла курсы и копить деньги работая на неквалифицированной работе официант администратор на данный момент имея сумму около двух с половиной тысяч очень хочу получить ваш совет так как вы очень опытный многое повидали и добились больших успехов подскажите пожалуйста какой выбор не сделать или если есть какой-то другой путь или действительно мое желание бредовое и несуществимое буду рада любому ответу узнанному или письменному окей значит давайте мы начнем с желания бредового или не бредового дело в том что человеку хочется и мы не знаем как бы почему хочется я не услышал точнее вот то есть может быть там есть чего-то ну вот как-то она так оценивать я сказал это больше настроение чем аналитика да она еще молоденькая жизни там толком не знает но чувствует так она может быть чувствует очень точно в том смысле что лично ей конкретно ей надо валить оттуда это возможно и как бы есть люди которым надо есть люди которые наоборот действительно вот там где родились там пригодились они как-то органично связаны с местом это тоже нормально значит но но она говорит я хочу принимаем как есть я не возьмусь оценить бредовая лидия конечно девочка безусловно находится в среде неблагоприятной для того что она задумала потому что среди ее знакомых не только нет людей которые могут дать дельный совет но это круг людей которые не только патологически далеки от от понимания осознания и так далее они негативные они какие-то злобные они у них совершенно мозги на бекре полностью она находится среди людей с мозгами на бекре поэтому поэтому значит ей конечно нужен другой круг общения я я думаю что с этого она может начать и это довольно несложно вот тот же наш канал там иммиграционные форумы там и так далее она пойдет сейчас курсы английского братья там тоже много людей которые нацелены на иммиграцию кстати так вот девушка конечно никакого пути реально не видит то есть кроме желания например уехать у нее нет вообще ничего больше то есть она говорит я вот рассматриваю там два пути первый путь это грин карта то есть она должна она выиграет в лотерею если она выиграет в лотерею а это уже мы принимаем как данность тогда я планирую закончить обучение тут потом поехать туда во флориду тоже тепло любит это вот пошли тут выйди из фаэтона вот это значит хочешь сказать как бы сказать фаэтон останавливается сказать за отсутствием топлива так вот это абсолютно какой-то вариант сказочный такой вот при прийти к нам волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино понимаешь вот это вот какой-то такой вариант волшебство начинается с момента что она выиграла уже сам по себе выигрыш это уже на уровне волшебства это очень маловероятное событие поэтому его всерьез рассматривать нибудь второй вариант ее не менее фантастический то есть работая там в стране где кризис где мало платят на доллары если смотреть а надо же официантки там или что-то заработает себе на учебу в соединенных штатах это какая-то фантастика понимаешь вот и это тоже не иммиграционный вариант ну хорошо она заработает поедет учиться в америку что она там поедет поэтому никакого иммиграционного пути у нее нет кроме варианта номер один где она вот каким-то чудом должна выиграть в эту лотерею поэтому если девушка ставит вопрос так что ну хорошо а как может быть какой-то другой вариант значит первые два мы сразу зачеркиваем то есть безусловно она играет в лотерею должна играть в лотерею вопросов нет английский должна учить тоже вопросов нет но что касается значит того что у нее есть путь в иммиграцию нету значит не надо какой-то путь иметь какой путь я думаю что у нее есть два значит первый путь она может потихонечку например там на мо девочка молоденькая там 19 лет 20 вот она может например там скажем искать себе спутника жизни есть сайты на которых там ищут и так далее я думаю что наверняка там у нее будут какие-то варианты я просто вспоминаю рассказы женщин существенно постарше как у которых это получилось еще и с детьми да вот я помню наташа квик нам рассказывала и воля брукман рассказывал я вот их слушать это все делается это люди у которых было много предложений то есть они когда начинали им казалось ну кого я там нужна там в рыбинске цифровь наташа в рыбинске и вдруг там один второй третий там вариант и тогда и пошло поехало конечно английский неплохо знать лет вот поэтому я думаю и у нее таких проблем особых них не было бы вот это вполне такой если девочка свободная молодая почему нет это это возможный путь и она не должна за первого встречного выходить что там за прописку понимаешь вот второй вариант еще более стремительный и такой не знаю общепринятый она студентка она учится я не понял в каком институте но а физкультуры ну наверное да вот может педагогическом я не знаю в общем она учится в институте значит соответственно она может поехать летом по work and travel в соединенные штаты и там подать на политику и все то есть это как бы уж настолько распространенные варианты что я даже не знаю чем сказать и у нас на эту тему так много сюжетов что я не хочу больше в эту тему углубляться а могу только сказать что посмотрите наш плейлист про политическую убежище сидите у нас на канале там посматривайте где мы там разговариваем с ребятами мы так часто так часто говорим на эту тему что просто нет слов и вот недавно у нас трехчасовой был такой вебинар со светланой каф там разные варианты вот вот все вокруг этого поэтому пока она студентка пока и визу еще эту дадут давайте потом потом то может еще и визу не получит я не знаю как там дальше будет и вот так что я бы вот так ограничился если только светлана хочет добавить это свет нет вот в общем девочки я хочу сказать что будьте сами собой получаете опыт в жизни так никто вас паспорт не оберет не отберет публичный дом не отправит ничего такого тут с вами не произойдет вот все нормально здесь я такого не слышал значит и и будьте нет 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 я и про африку не знаю вот в общем короче будьте сами собой идите к своим целям и даже если эти цели со временем окажется что это не были те самые цели но вы будете гораздо ближе к тем самым нежели например вот общаясь с людьми которые вам рассказывают про отобранный паспорт и все оттуда возвращаются это вы себе даже представить не можете какого уровня это ахинея это просто новая один на тысячу вот так что нет нет такого нет чтобы все возвращались скорее наоборот все ребята счастливо и мы желаем девушки успехов и